Тавровка, река Воронежской области России, левый приток реки Воронеж. Длина реки составляет 10 километров, площадь водосборного бассейна 131 квадратный километр. Берет начало в левобережном районе города Воронежа. Впадает в Воронежское водохранилище в 12 километрах по левому берегу реки Воронеж, близ Масловки. Ширина реки в приустевой части около 20 метров. В этом месте через реку перекинут пешеходный мост. В реке множество родников, поэтому вода очень холодная, даже самым жарким летом. Зимой река не замерзает, замерзает только устье реки. В феврале можно наблюдать открытую воду, в которой видно передвижение не очень активной рыбы. Через реку перекинуто несколько автомобильных мостов. По данному Государственного водного реестра России, относится к Донскому бассейновому округу. Водохозяйственный участок реки Воронеж, города Липецк до Воронежского гидроузла, речной подбассейн реки, бассейны притоков Дона до впадения Хапра, речной бассейн реки Дон. В интернете есть несколько новостей по поводу реки Тавровки. Сложный технический процесс происходит в эти дни у Воронежского микрорайона Масловка. Там чистят затон водохранилища, который принес большой вред местной речушке Тавровки. Это новость от октября 2018 года. Обычный экскаватор тут утонул бы в Иле. Этот на понтонах. Таких в стране всего лишь 10. А в Воронежской области работает впервые такой экскаватор. Обычной водной техники здесь не развернутся. Глубина максимум метр. В такой среде сине-зеленые водоросли процветали. Даже этим не самым жарким летом отравляли жизнью воды. Затон, говорят, частично покрылся плотной зеленой коркой. Житель Масловки Михаил Пономарев рассказывает о том, что здесь творилось до начала работ. Запах тут был. Хоть нос затыкай. Может быть, она углубится, и тогда будет чище. Роднички старые откроются, а у нас сейчас они все илом или песком затянуты. Кисельные воды и пятнистый будто космический пейзаж этого августа уже история. Масловское болотце облюбовали цапли и земноводные. А вот рыба тут, похоже, не живет. Таким затон жители помнят уже лет 40. Говорят, Тавровку здесь так круто изменил запуск водохранилища. Как река входит в прежнее русло, уже заметно. Коса из грунта начала нового берега реки Тавровка. С этой стороны воды не будет. Чтобы исчезло, сюда уже добавили 40 тысяч кубометров донных отложений. Это содержимое примерно 4 тысяч самосвалов. А сейчас здесь только треть от того, что потребуется, чтобы превратить эту территорию в сушу. Берег намоют и у домов, на месте зарослей камыша. Первым делом исправляют ошибки строители Воронежского моря. Те буквально наломали дров. Дно затона все эти годы было гигантским гребнем. Тут затопили целый лес, деревья срезали вровень с водой, а под ней остались сотни пней. Эти пни гнили, копили мусор и мешали течь реке, заключили эксперты Департамента экологии. Амфибия эту подводную рощу корчует. Генеральный директор фирмы-подрядчика Михаил Сумкин говорит о том, с какими трудностями пришлось столкнуться. Корни большие, могут достигать 1,5-2 метра в диаметре и до тонны весом. Но тем не менее, эта работа есть, и ее надо сделать. У нас сейчас 700 примерно корней, которые мы должны убрать. Убрана большая часть. Решено было в рамках проекта использовать пни для фундамента будущей дамбы, и они находятся в теле этой дамбы. Берег укрепят и тысячи новых деревьев, а в финале работ тут высадят ивы. В Департаменте экологии уже планируют проект по расчистке тавровки и затона. Эффект от этой реабилитации спрогнозировали. По оценке экспертов, в этой территории критически снижено количество живых организмов, примерно в 250 раз, если сравнивать с естественным состоянием нашего водохранилища. Глубина будет в среднем 2-4 метра, и этого будет достаточно для того, чтобы был водообмен, в том числе, чтобы живые организмы здесь себя чувствовали комфортно. Сказал в Рио руководитель департамента природных ресурсов и экологии Алексей Корякин. Семейство лебедей, похоже, тут уже комфортно. Работающий рядом с ним снаряд их вовсе не смущает. На благо экологии здесь потрудятся и водные обжоры. В будущем году в Затон заселят 300 тысяч мальков толстолобика. Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области объявил у аукцион на разработку проекта про чистки русла реки Тавровки. Максимальная цена контракта 3 миллиона рублей следует из-за аукционной документации. Подрядчик должен до 1 декабря 2020 года провести гидрометеорологические, геологические и экологические изыскания и на основе этих данных составить проектную документацию расчистки. Победителя аукцион определят 2 марта. В рамках оздоровления Масловского Затона в 2019 году со дна реки выкорчевали сотни фрагментов стволов, которые мешали воде течь, очистили донные отложения и намыли реке новые берега. При этом Тавровку расширили до 30 метров и углубили до 3. Так радикально оздоровить Затон в Департаменте природных ресурсов и экологии решили после многочисленных жалоб жителей и заключений экспертов. Они установили, что ежегодно зеленеющая вода катастрофически быстро губит ее обитателей. Если кто знает, скажите, пожалуйста, были ли проведены эти работы? Продолжение следует...